Это прямой эфир, меня зовут Мария Владимирова и я готова сказать вам «Алло студия». Звоните по телефону прямого эфира 2 11 45 и рассказывайте о ваших проблемах. Кстати, вы можете писать ваши проблемы, описывать их и на нашем сайте trksever.ru в рубрике «Алло студия». Проходите там простейшую регистрацию, заполняйте анкету и отправляйте вопрос. А мы в рамках прямого эфира в ближайшие 50 минут будем искать ответы на ваши вопросы. Все честно, оперативно, быстро. Так что звоните, 2 11 45 наш телефон, мы ждем и в общем-то готовы уже к общению. Что ж, к сожалению, должна констатировать тот факт, что не всегда мы в программах успеваем дать ответы на все поступившие вопросы. И эти вопросы, следовательно, переносятся у нас в следующие программы. Так получилось и на прошлой неделе, но вот вы отличаетесь оперативностью, есть первый телефонный звонок, поэтому отодвинем те вопросы, которые есть чуть-чуть на потом, а пока я принимаю звоночек. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Какой у вас вопрос? У меня, знаете, такой вопрос. Вот я сейчас недавно проходила мимо первой школы и была возмущена, потому что везде валяются баночки вот с бифетком. Видимо, ребята там экспериментировали, бросали и взрывали. Представляете, я вот насчитала штук пять. Это у нас, наверное, бесплатное питание так ценится нашими школьниками. Вот везде, везде, буквально вокруг первой школы. Спасибо вам большое за столь интересную информацию. Спасибо. Давайте мы сделаем так. Сейчас попытаемся разобраться в этой ситуации. Первая школа рядом с нами, поэтому туда отправим нашу съемочную группу, чтобы ребята подсняли, как выглядит на самом деле эта картинка. Попытаемся пообщаться с кем-то из учеников, быть может, с руководством школы. Ну и, наверное, своего верного помощника Олега Хатанзейского попрошу это сделать, чтобы он нам уже поподробнее описал ту самую картинку, которая на месте. Так что через некоторое время, через несколько минут, я думаю, мы с вами сможем на наших экранах увидеть, как выглядит эта картинка и пообщаться. Ну и давайте, наверное, потом директору школы номер один позвоним, чтобы понять, почему так небережно учащиеся обращаются с бесплатным питанием. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мне уже можно говорить? Да, вам уже можно говорить. В прямом эфире? Да, вы в прямом эфире сейчас. Все. Добрый день. Добрый. 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 Меня зовут Канев Николай Леонтьевич. Да, Николай Леонтьевич. Я являюсь помощником депутата Совета городского округа город Наймар по избирательному округу номер 3. В 2014 году проходили публичные слушания по проекту бюджета окружного бюджета на 2015 год и публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования городского округа города Наймар на 2015 год. В том и в другом выступлениях я говорил, что необходимо установить в столице субъекта Российской Федерации в городе Наймаре общественные стационарные теплые туалеты на 2015 год. Однако от главы муниципального образования городского округа город Наймар от 29 декабря 2014 года я получил ответ, что строительство стационарных туалетов на 2015 год недопланировано в связи с недостаточной собственной доходной базой муниципального образования. Тут я комментировать не буду, я скажу дальше. Дело в том, что вопрос по установке общественных туалетов в городе Наймаре уже муссируется с 2006 года, в том числе в СМИ, а результатов почему-то нет. Вы понимаете, что строительство и инфраструктура растет в городе Наймаре быстро. Сколько можно приучать наших детей ходить в центры города за малым нуждом за каждый угол дома и так далее? Я думаю, что этот актуальный вопрос касается и депутатов окружного собрания, которые выбирались депутаты на территории муниципального образования города Наймар. Буквально 10 апреля 2015 года в администрации города проходили публичные слушания по проекту по благоустройству территории муниципального образования городской округа город Наймар. Я еще раз внес предложение публично по установке общественных туалетов в городе Наймаре на 2015 год. Я не могу понять, почему по такому актуальному вопросу жители города Наймара молчат. А вот скажите, пожалуйста, Николай Леонтьевич, кому бы мы сейчас могли из мэрии непосредственно позвонить в прямом эфире, чтобы они нам дали ответ? Почему отклоняется это предложение? Потому что на самом деле тема актуальная. Да, тема актуальная. Но вы понимаете, мне, значит, глава муниципального образования ответила официально. Но я считаю, что, ну кому же вопрос к Ахнией или депутатам, да? Потому что здесь идет, это было заранее, в ноябре месяце того года, в октябре еще сказано. Ну слушайте, это же не для меня надо, это вопрос актуальный. Ну сколько можно, город Красивец, а самого элементарного туалетов нету. Ну это же стыдоба. Стыдоба. И городского, и окружного, и мэру города, я думаю, что и главе губернатора округа. Потому что центр, город Наринмар, ну слушайте, мы же все здесь живем. Сколько можно при таких деньгах, да, доходная часть, я прекрасно знаю, какая доходная часть. Но слушайте, давайте как-то, я думаю, что наш народ должен поднять, мы же выбираем депутатов. Мы выбираем, да, как менеджеры, они уже работают. На кого работают? Сами на себя, что ли? Слушайте, 21 век, может быть, хватит дурачить народ в городе Наринмаре? Потому что у нас народ такой скромный, тихий, все все, ну ладно, ну ладно. На кухне поговорили и хватит, да, будем решать эту проблему вместе, да. Спасибо вам большое, Николай Леонтьевич, за ваше обращение. Спасибо большое. 2.11.45, телефон прямого эфира, это программа Алло Студия. Вот что хочу сказать по поводу муниципальных вот этих общественных туалетов, конечно, я думаю, что так высоко до губернатора прыгать не стоит. Наверное, это в силе решить и власти городские, потому что, ну, проблем это, в общем-то, особо я здесь не вижу. Просто надо, наверное, взяться и решить. И, наверное, в рамках этой программы мы попытаемся дозвониться до мэрии, чтобы нам пояснили, почему отклоняется эта инициатива по установке общественных туалетов. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. У первой школы огромная лужа. Есть такое. В вашей программе на прошлой неделе компания «Чистый город» обещала убрать. Угу. Прошла неделя, никакого результата нет, там невозможно ездить. Угу. Хорошо, Виктория, мы сейчас попытаемся связаться с «Чистым городом», с нашей любимой компанией, самой частой, которая отвечает на вопросы, и узнать, почему такая ситуация до сих пор остается. Спасибо вам большое, Виктория, за неравнодушные отношения. Спасибо. Будем звонить в «Чистый город» и узнаем, почему до сих пор не убрана лужа в районе первой школы. Кстати говоря, это не только претензии есть к «Чистому городу», также не убрана улица Волучейского, например, тротуары там вообще невозможно пройти. Это уже компания «Наринмар Дорнимстрой» вопросы. Вопросы есть, будем искать на них ответы. Напоминаю, наш телефон 2145, звоните. Кроме того, пишите на сайте trksever.ru в рубрике «Алло Студи», задавайте ваши вопросы, мы будем искать на них ответы. Вот сегодня такое бурное начало программы у нас получилось. Я напомню, что наша съемочная группа сейчас работает в районе первой школы. «Чистый город» на связи. Наверное, их же знают, что в это время может звонить телеканал «Север». Или все на уборке города. Алло. Здравствуйте. В настоящее время мы не можем вам ответить. Очень здорово. Очень бы хотелось пообщаться. Ну, вы знаете, я не исключала исход событий именно вот такой, потому что на прошлой неделе наша съемочная группа ездила в поселок Мирный. Жители жаловались на то, что у них там огромные лужи, ямы на дорогах. И также они посетовали на то, что компания «Чистый город» просто-напросто игнорирует звонки жителей города Нриенмара и поселков, которые находятся в его черте. Мне очень печально. Давайте попробуем дозвониться до руководства, наверное, этого предприятия непосредственно, чтобы уже дали ответ, почему не хотят общаться с населением и Тарасовым. Во-вторых, почему не хотят чистить улицы, ведь это так просто. Вот здесь вот эта лужа, которая уже две недели просто домогает всех и вся. 2.11.45 наш телефон. Давайте тогда разберемся с темой, которая к нам поступила на сайте в рубрике «Алло Студия». Некий Аркадий, очень длинный вопрос, спрашивает следующее. Уважаемая редакция, здравствуйте. Пишет вам многодетный счастливый обладатель земли под строительство жилого дома, которой нет. Вот полный пакет документов, включая свидетельство о регистрации права, уже больше года на руках есть и земли нет. Может, вы поясните этот вопрос о фиктивном выполнении администрации города Наринмара федеральной программы? С правовой стороны практически не подкопаться, так как договор о предоставлении земельного участка в срок до 31.12.2014 назвал словом «соглашение». Моя семья, судя по напиленным участкам на карте схемы, не одна такая. Отвечу Аркадий вот как. Мы связались сегодня с мэрией, несмотря на то, что это полномочия не входят теперь в их компетенцию, но документы вы подписывали с мэрией, попросили у нас отсрочку небольшую до следующей недели, чтобы подготовить полный ответ. Я думаю, что такой вариант, наверное, будет лучше, нежели мы будем брать факты какие-то с потолка. Да, дождемся еще недельку, хорошо, и вы услышите ответ в нашей программе. 2.11.45, это программа «Алло Студия». Как там, спрошу у режиссера, не подъехал ли у нас Олег Танзейский с кадрами от первой школы, где... Так, через три минутки у нас будет готовая информация, хорошо. Давайте пока перейдем к следующему вопросу. В ваших новостях был сюжет об Российском народном фронте, где обсудили здоровье детей. В частности, шла речь о тяжелых ранцах школьников. Будут ли решать эту проблему, или наши детки так и будут таскать эту тяжесть на своих плечах? Ответ дам чуть позже, пока примем звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Можно вопрос задать? Да, да. Как вас зовут? Павел Андреевич. Очень приятно. Ваш вопрос. У меня вопрос такой. Он касается не Нарьямара, а деревень его круга. Значит, так, сейчас по телевизору показывают, в Хакасии там уже 1200 домов сгорело, человек погибли. И такая же история может произойти и у нас. Подходит весна, скота сейчас нигде в деревнях нет, ни частного, ни общественного. Все деревни зарастают травой. Значит, не обязательно кто-то в деревне подожжет. Вот кто-то на охоте бросит окурок или спичку, нечаянно все. Если ветер в сторону деревни... Беды не миновать. Придет огонь, обязательно сгорит, да. Никто вот этот вопрос не поднимает. Ну что, вот у меня даже есть такое небольшое предложение, если можно. Но это, конечно, надо с МЧС обговаривать. Вот там передают, что пожары возникают из-за несанкционированного поджога травы. Так ведь можно встречный палвать, как делают. Вот в деревне поджечь, только народу собраться, не дать, чтобы деревне огонь пришел. Если ветер в другую сторону уйдет. От деревни, так сказать. От деревни, да. У нас же нет весь хвойных лесов. Вокруг вода. А обычно сухая трава бывает во время еще большой воды, она не уходит. Так что далеко никуда огонь не распространится. Вот это один способ. Потому что и опахивать у нас никто не будет, и откашивать это бесполезно. А стоит выпалить один раз, и уже 2-3 года точно можно спокойно жить. Да, хорошо. Спасибо большое, Павел Андреевич. Мы сейчас попытаемся связаться с пожарными инспекторами, чтобы они нам пояснили, будет ли какая-то работа вообще в этом году проводиться. Потому что несколько лет назад, вы как помните, у нас тоже был лесной пожар, достаточно серьезный на территории округа. Спасибо большое за актуальный вопрос. Спасибо большое. Да, я поняла, вы хотели сказать, что лесной это еще не так страшно, нежели сгорят дома. Конечно, любой пожар это чудовищное бедствие, так что лучше его избежать. Что ж, вопросов у нас очень много. Давайте будем пытаться мы дозваниваться... Так, даже вот я вся запуталась. Давайте будем пытаться дозваниваться до мэрии, чтобы уточнить вопрос по туалетам общественным. Достаточно интересно бы нам было узнать ответ на этот вопрос, почему они там не устанавливаются. Вот, а если... А если это сделать несколько проблематично в настоящий момент, то напоминаю, что с прошлой недели у нас есть вопрос про дома оленеводов. Давайте-ка, Алексей Иванович, позвоним и узнаем, что он нам ответит на этот счет. Это программа Алло Студия, наш телефон 2-11-45. Звоните и задавайте ваши вопросы на сайте trksever.ru в рубрике Алло Студия. А мы дозваниваемся до Алексея Ивановича Ардеева, чтобы он нам пояснил, когда же в Красную будут сданы дома для оленеводов. Напомню, что в течение прошлой программы мы не смогли этого сделать, не смогли дозвониться, почему-то он не брал трубку. Мы будем пытаться сделать это сейчас. Если не получится, то что ж, будем вылавливать какими-то другими способами и методами, дабы вам дать ответ на вопрос, который вы задавали в нашей программе. Звоните, интересуйтесь, мы будем добиваться ответов. Мы звоним. Ожидание такое всегда длительное и томительное. Сейчас мы набираем еще раз. А вы пока можете формулировать ваши вопросы и дозваниваться к нам сюда. Алло. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Здравствуйте, Алексей Иванович. Я. Это из прямого эфира программа «Алло Студия» Мария Владимирова. Алексей Иванович, вопрос поступил. В поселке Красное стоят 10 домов для оленеводов. Обещали их в прошлом году сдать. Но, увы, семьи оленеводов так и ютятся в углах. Еще дома сделаны из пенопласта. Вот хотят узнать жители, когда же будут сданы эти дома. Можете пояснить? В настоящее время производится оформление документов по данному окружному имуществу. Затем, после оформления этих документов, передача в оперативное управление уполномоченному органу, дальше будет производиться перерегистрация граждан. Соответственно, всем гражданам, которые у нас состоят на учете в настоящее время по поселку Красное, необходимо будет предоставить все необходимые документы, после чего уже будет производиться распределение в соответствии с очередью. А куда им надо будет документы предоставлять? Вопрос возникает. Ну, в настоящее время пока очередь ведется управлением нашим управлением, народом Севера. Соответственно, как нам официальные документы поступят, мы гражданам направим запросы, где укажем, куда какие документы необходимы им представить. Отлично. Вот еще есть тут под вопрос такой, что они сделаны из пенопласта. Это что за такой вид строительного материала? Либо просто люди так в народе называют их пенопластом? Я понимаю, да. Данная технология была выбрана стройзаказчикам, то есть в проведении конкурсов были не предоставлены, определены определенные требования к строительству этих домов, соответственно, там и современные технологии, и стоимость. Данные типовые проекты были признаны лучшими, и, соответственно, по данной технологии эти дома уже через стройзаказчик уже возводились. Ну, а где-то они опробованы, есть у вас какие-то данные? На сегодняшний день, да, опыт строительства таких домов используется уже достаточно давно. К примеру, на Ямале, на северных территориях, подобные дома тоже строятся и строились. Значит, мы даже когда на стадии обсуждения этих проектов, я лично общался с главой одного из муниципалитетов Ямала-Ненецкого автономного округа, они сказали, что да, технологии достаточно современные, дома теплые, не продуваются. Ну, на тот момент, это у них строилось лет 10 назад, они начали строить по подобной технологии, на тот момент у них там были определенные претензии по вентиляционной системе, но, насколько мы поняли, что проектировщики этих домов устранили все эти замечания, и с учетом этого уже данные дома построены. Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ. Всего доброго, до свидания. 2.11.45, телефон прямого эфира, это программа «Алло Студия». Я думаю, что наша телезрительница осталась удовлетворена ответом, по крайней мере, уже в ближайшее время будет решена эта ситуация с домами. С прошлой программой у нас еще осталось несколько вопросов, но давайте, так у нас отодвигаются вопросы, перекидываются. Позвоним нашему корреспонденту, моему коллеге Олегу Фтанзейскому по поводу разбросанных беседков в районе первой школы. А видео нам уже предоставили? Нет, еще он там. Алло. Алло. Олег, привет. Да, привет, Маша. Ну что, расскажи, что там творится возле первой школы. Возле первой школы появилась белая хужа. И это действительно правда, именно белая. Ну а все почему? Потому что возле центрального входа школьники разлили ряженку, которую сегодня давали им в столово. Я пообщался с учениками. Они, правда, не видели, кто это делал, но сказали, что сегодня в школе им выдавали булочки, салат и так далее, и в том числе ряженку. Ну и, по некоторым данным, школьники начальной школы, то есть совсем маленькие дети, ребята, решили не пить его, но, видимо, уже не были голодные и вышли со школы и начали бросаться этими банками. В итоге я насчитал больше десяти. Действительно, вот случай такой вот прям бутыющий и не очень-то хороший. Я пообщался со школьниками, они говорят, что вот в нашем возрасте мы, говорит, таких вот поступков точно бы не сделали. И, скорее всего, говорят, что это уже одело рук начальной школы. Спасибо большое, Олег. Кадры ты нам в ближайшее время предоставишь, мы их сможем... А, кадры уже сделаны, да? Кадры уже готовы, да. Ну, вот еще же другая тема, в принципе, это лужи после первой школы. Я, наверное, думаю, все знают, что вот возле Титаника и первой школы есть тротуар, где огромнейшие лужи были, наверное, больше недели, и, наконец-таки, сегодня лужу ликвидировали на 50%. Видимо, может быть, ее откачали. А, вот мы звонили в Чистый Город, кстати говоря, они нам не взяли трубочку, вернее, автоответчик включен. Ну, лужа существует, согласитесь? Ну, есть, конечно, есть, да. Но на 50% меньше стало, конечно. Тут даже дамбу насыпали, но теперь по дамбе люди ходят. Нет, вот вы знаете, вот эти дамбы, так называемые, да, это, по-моему, издевательство над людьми, потому что без того грязно. Так еще вот этот песок мы месим, ходим, ну, не знаю, это, по-моему, не выходит ситуация. Да-да-да, я как раз об этом и говорю, что вот люди действительно пачкают ноги, просто ужасно, и ходят все на цыпочках. Видео есть? Видео мы уже смотрим, Олег, да, оператор уже принесли, мы уже смотрим видео как раз-таки вот этих самых луж. Сейчас, я так понимаю, мы все равно попытаемся дозвониться до Чистого Города, проблема не устранена. В прошлый программ, в прошлый понедельник они нам рапортовали, что покажите, где мы показали, сказали, что устранят, ничего не устранили. Спасибо большое, Олег, сейчас мы посмотрим кадры с бифитком, да, что там, с ряженкой, которые разлили дети около первой школы. На самом деле, это поступок, по-моему, из ряда вон выходящий. Вот, пожалуйста, мы смотрим. Детям в нашем округе предоставляется бесплатное питание, в том числе кисломолочная продукция, которую, на самом деле, в магазине тоже не всегда купишь, потому что очень быстро разбирают. А тут такое отношение, по-моему, это как-то, извините, по-свински. Вот, и мы попытаемся связаться с директором этой школы, чтобы узнать, почему дети такие поступки совершают. Вот, и комментарии. Мы звоним директору первой школы. Я так думаю, может быть, Олегу удастся еще записать кого-то из детей, кто принимал участие в данном мероприятии. Сейчас мы пообщаемся с директором первой школы, если мы застанем его на месте и узнаем, почему дети в первой школе. И в школе, я не говорю, что все. Нет, не все. Некоторые, видимо, вот таким образом воспитаны, что позволяют себе подобные вещи створять. Но если не хотите кушать, оставьте в школе, не знаю, отнесите домой родителям, подарите соседу по парте, который, может быть, любит эту ряженку. Вот, я очень люблю. А у нас есть комментарии. Давайте посмотрим. Комментарии, пока дозваниваемся. Получается, кто, на твой взгляд, мог сделать? Мне кажется, это начальная школа могла сделать. То есть они шкодничают? Ну, наверное. А более взрослые ребята на такое не пойдут? Ну, большинство, наверное, не пойдут. Ну, сам как думаешь, вообще нормальная ситуация или нет? Мне кажется, ненормальная. А почему? Ну, зачем разбрасывать еду во дворе школы, если еда для того, чтобы есть? Ну, вот даже сами школьники считают эту ситуацию ненормальной. Хочется услышать мнение директора школы. Что он скажет по этому поводу? Давайте будем дозваниваться. Директор первой школы. Вам напомню, пока телефон программы Алло Студия 2.11.45, звоните. Дозваниваемся, как можем. Пишите нам и на сайте trksever.ru в рубрике Алло Студия. Все вопросы здесь аккумулируются. Я все вижу. И мы стараемся отвечать на них как можно скорее. Мы ждем связи с директором первой школы. Вообще, в принципе, уже понятно, да, что ситуация изрядовая на выходящую, но хочется узнать, будут ли как-то... Мы звоним. Так, пока... Алло, здравствуйте. Примем звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Вот вы сейчас смотрю, вы репортаж показываете только по первой школе про лужи. А мне вопрос. Когда у нас в Харивирской, я живу в Харивирской, начну хотя бы трактором прочищать вот эту вот кашу, потому что я хожу с четырехмесячным ребенком, я бы могла сломать коляску даже, таща коляску по нашим дорогам. Вот. Да, вот такие вот... Так, да. Анастасия, вот если вы, да, сначала программы смотрите, то Чистый Город очень технично поставил на автоответчик свои телефоны, но мы все равно сегодня найдем какой-то выход в рамках программы, чтобы добиться ответа. В частности, и про Харивирскую экспедицию мы спросим. Потому что вот в районе Рабочей 43, вот эти дворы, не чистится трактор, вообще не видно. вообще никогда. И зимой не чистили? Ну, зимой, вот после того, как дозвонишься куда-нибудь. Ага. А куда вы звонили зимой? В администрацию или в Чистый Город с большим трудом. Хорошо. Или в сайте тоже оставляешь, там, комментарии или еще что-то. Вот. А вот так, чтобы сами приехали и убрали, я не видела такого. Да, хорошо, Анастасия, спасибо. Мы будем пытаться сейчас дозваниваться до руководства тогда компании Чистый Город. Спасибо большое. Так, у нас получается с первой школы связаться? Пытаемся дозвониться. Вот. Далее пойдем мы уже с вами тогда по коммуналке, так называемой, по дорогам, по нашим любимым. Ну, без этой темы ни одна программа не обходится. А что сделать? Вот резиновые сапоги уже хочется снять, честное слово. Вот скажу. Хочется ходить красиво, весна все-таки на дворе. А мы ходим в резиновых сапогах и на прогулку, и на работу. Хорошо, что вот еще в кинотеатр, например, не приходится в резиновых сапогах ходить, потому что далеко пешком не дойдешь, надо на машине ехать. 2.11.45 наш телефон. Напоминаю, звоните, жалуйтесь, рассказывайте о ваших проблемах. Ведь может у вас есть какое-то радостное событие, почему бы и этим тоже не поделиться? Не обязательно, ведь у нас все очень негативно в жизни. Бывают позитивные моменты. Кстати говоря, вот эта замечательная красная трибуна, она для вас. Уважаемые ответчики, уважаемые истцы, приходите и вот рассказывайте. Присоединяйтесь, оставляйте мне компанию. Так, пытаемся мы дозвониться до директора первой школы. Если не получится сейчас у нас дозвониться до него, то мы тогда возьмемся за тему чистого города и будем звонить непосредственно руководителю этого предприятия, этой компании, потому что первая школа у нас. Так, пока у нас не получается, у нас небольшие технические проблемы. Ладно, пока разбираются у нас с телефоном, я напомню, что есть у нас вопрос по ранцам. Спрашивает у нас жительница Наринмара, Татьяна, почему у школьников такие тяжелые портфели, и будет ли решаться эта проблема каким-то образом. И вот вы знаете, информацию я нашла. Даже мы не будем никуда звонить, наверное, да, я вам сейчас расскажу. У полномоченным по правам ребенка в Нейнском округе проводится акция под названием «Ранец». И, значит, вместе с врачами окружной больницы, представителями управления образования города, значит, проводится мониторинг и исследование требований САНПИНа в части соблюдения весовых норм ежедневного комплекта учебных и письменных принадлежностей учащихся городских школ. И вот как раз-таки основная цель этой акции привлечь внимание родителей и непосредственно самих педагогов к проблеме тяжелого портфеля. Несоблюдение гигиенических требований к ношению школьного ранца негативно влияет на здоровье и самочувствие детей. Я абсолютно тоже полностью присоединяюсь. У меня старший сын – школьник, учится в четвертом классе. Картина всегда очень ужасающая. Мне вот жалко, например, помимо ранца, сменки, школьной формы, на всякий случай для зала, на всякий случай для улицы, лыжи, ботинки, ну, дети выглядят, по крайней мере, нелепо со всем этим обмундированием. Куда они отправляются? В дальний поход или за получением знаний? Непонятные тяжести они на самом деле неподъемные носят. Так вот, акция уже идет. Сказано, что вес школьного ранца без учебников для учащихся начальных классов должен быть не более 700 граммов. Вес ежедневного комплекта учебников и бизнес-принадлежностей не должен превышать для учащихся первых, вторых классов более 1,5 килограммов, третьих, четвертых классов более 2 килограммов, пятых, шестых более 2,5, седьмых, восьмых более 3,5 килограммов и 9-й и 11-й класс более 4-х. Первыми участниками акции стали обучающиеся школы номер 3. Куда мы звоним? Мы дозвонились в первую школу, давайте, потом я расскажу. Алло. Алло, здравствуйте, Юрий Викторович? Да. Это программа «Алло-студия», прямой эфир, телеканал «Север». Скажите, пожалуйста, сегодня возле вашей школы произошел случай, дети разлили более десятка баночек с ряженкой. Жители Наринмара позвонили, жители Наринмара возмущаются этим случаем. Как бы вы могли прокомментировать данную ситуацию? И будет ли какая-то работа проведена с теми детьми, которые совершили вот такой акт? В каком месте это делали? Около прямо входа в школу, там прямо белые лужи разлиты. Ясно, разберемся. Разберетесь. Потому что, честное слово, мы им выдаем много продуктов сейчас, у нас же где-то день стал большой, им выдают печенье, апельсины, и потом эти апельсины почему-то лежат чуть ли не на всем городу, ну как-то лежат. Валяются. И, конечно, мы, да, с ними говорим на тему того, что, ну, если вы не едите, так не берите. Потому что, ну, если у вас нет желания их съедать, то пока не берут, а потом все это валяется, вот действительно, у нас и около школы. И потом сами же будем все это убирать весной, когда все это вытает. Будем проводить шуботник, как бы традиционно, сами знаете, каждый год прилегающую территорию. Так а может тогда нашим детям не нужно бесплатно питание, если они не хотят его кушать? Ну, нет, ну, конечно, нужно. У нас большинство, конечно, его съедают. Есть обленный контингент, который она выставила у нас. Взяли вот реженку, то есть и растоптали, и разбросали, и разбили, и так далее. Ну, это плохо, конечно. Да, ну, в общем, работа с ним будет проведена, да, как это? Мы будем с ним провести работу, мы уточним, кто это сделал. Предполагаю, кто это сделал. Потому что даже сами ваши школьники, более старшие учащиеся, комментируют этот факт как вопиющий. Мы только что их записывали. Вот, так что, хорошо, будем надеяться, да, что больше такого не повторится. А, ну, что еще? Кто позвонил-то? Позвонила жительница города, к сожалению, не представились. Она просто мимо проходила. Мимо первой школы. Да, могла бы зайти, но, наверное, сейчас, конечно, уроки были, только-только-только буквально зашел в кабинет. Я сейчас выйду, гляну кольцо. Хорошо. Мы сейчас гоняли, народ у нас стежки играет, по стеклам. Тоже проблема? Хулиганят они очень сильно, а стекла же заменить сложно такие большие. Хорошо, спасибо большое, Юрий Викторович, до свидания. Получили мы ответ, работа будет проведена, мы звоним в чистый город. 2.11.45 наш телефон. Пока мы дозваниваемся, я продолжу знакомить с итогами предварительной акции, которая называется «Ранец». Ее провели с обучающимися школой номер 3 и номер 1 города Наринмара. И обобщенные данные по исследованию показали, что в третьей школе в 85% случаев вес школьных ранцев не соответствовал положению санпином. Так, у 31 из 34 первоклассников... Алло, Чистый город. Здравствуйте, это вас беспокоится прямой эфир программы «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова. К сожалению, мы не можем дозвониться по номеру телефона 4 00 53. Тот номер, по которому всегда нас отправляют дозваниваться, дабы выяснить ту или иную ситуацию, поэтому звоним вам. Кто нам может рассказать по уборке городских дорог? Сейчас, минутку, подождите. По уборке городских дорог, кто может рассказать? По уборке динамских дорог. Сейчас определятся, кто руководитель. Кто возьмет? Алло. Начальник дорожного участка Кубека, слушаю вас. Здравствуйте, ведущая программы «Алло Студия» Владимирова. Очень здорово, давайте еще раз позвоним. Мне очень нравится общаться с Чистым Городом. Пока дозваниваемся, я продолжу знакомиться с информацией по весу портфеля. Я понимаю, что уже все отвлеклись от темы портфеля, но тем не менее. Алло. Так, пока не звонят. Алло. Да, алло, Чистый Город. Чистый Город, очень приятно. Мария Владимирова, программа «Алло Студия» прямой эфир. А мы с вами, или не с вами, неделю назад говорили по поводу лужи в районе первой школы. Нет, это надо с начальником вам говорить. Что-что? С начальником вам говорить, ну этого. Ну, а сейчас вы можете пояснить? Нет, ну якобы, не знаю даже о чем вообще там. Ну, дайте мне человека, который пояснит. Сейчас. Это просто уникальнейшее предприятие, которое финансируется за счет бюджета города. Я просто поражена работе этого предприятия. Вот честное слово. Давайте сами выйдем с лопатами, не знаю, с какими-то там агрегатами и уберем эти лужи несчастные. Давайте еще раз позвоним в Чистый Город, а потом мэру города Наринмар, Затяне Васильевне. Ну, пускай тогда уже руководитель узнает, почему так. Теперь они не будут брать трубку. Хорошо, мы будем звонить тогда мэру города. Алло. Слушаю вас. Это Чистый Город? Да. Программа Алло Студия, Мария Владимирова, прямой эфир. Почему бросаете трубки? Невозможно дозвониться до вас. Я не знаю, первый раз сейчас услышал звонок и сразу берем трубки. У нас один телефон, на ней нет. Нет, вы знаете, вот все жители города смотрят эту программу и слышали все. Ладно, не буду сейчас даваться в подробности. Объясните, пожалуйста, когда в городе будут убраны лужи, в частности, около первой школы. И второй вопрос, когда будет почищена хотя бы спецтехника, территория в районе улицы Рабочая, в Хариверской. Жительница... Это нужен человек, который занимается этой работой, конкретно. Ну, а кто? Туман Байк, Кубеков. Ну, а почему он с нами не хочет общаться? Я не знаю, почему. Значит, просто до него не звонили, может быть. Ну, вот мы сейчас позвонили одному человеку, он бросил трубку. Как услышал, что это программа «Алло Студия». Ну, кто? Вы вот кто? Алло. Какой там эфир? Хотят услышать улицу, рабочие, все прочее. В начальном участке слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова. Есть вопрос, когда в Хариверской будут убираться не просто лужи, а вся та каша, которая там возникла, так как там ни разу, говорят, трактором не прошлись. И вот в городе, когда будут лужи, в частности, в районе первой школы устранены, не вот эти дамбы песочные, грязевые сделанные, а лужи откачаны или как-то убраны, не знаю. По мере ремонта техники. У нас сейчас на сегодняшний день две единицы, обе находятся в ремонте. А что с ними? Они не выдержали нагрузок? Совершенно верно, не выдержали нагрузок. А какой-то другой выход из ситуации есть? Пока никакого. Так, и жителям Хариверской вы что можете сказать? Вот они сейчас слушают, вот что вы им можете сказать в ответ? Мы работаем согласно плану, утвержденным директором, строго по плану. Ну а в этом плане посмотрите, когда там Хариверская числится, чтобы люди понимали, как долго им еще брод не носить. Давайте-ка позвоним мэру на Рейнмар, потому что ну вот это детский сад какой-то, который творит компания «Чистый город» и безобразие полнейшее. А я все о портфелях. О лужах, да, о портфелях. Ладно. Кому мы звоним? В мэрию. В приемной главы города, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария Владимирова, телеканал «Север». Это прямой эфир. Предупреждаю, программа «Алло Студия». Почему мы звоним в приемную и хотим пообщаться с мэром? Компания «Чистый город» не хочет отвечать на вопросы телезрителей. Прямо в прямом эфире несколько раз они бросают трубку, и хамски отвечают, не хотят общаться. Мы хотим спросить с мэра. Почему не убирается город? Потому что если предприятие «Чистый город» не хочет общаться. В настоящий момент исполняет обязанности главы города Бебенин Александр Борисович. А можно с Александром Борисовичем поговорить? Он у него прямой, 499-67. 99-67. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Давайте позвоним тогда Алексею Борисовичу, Александру Борисовичу. 499-67. И сейчас будем спрашивать непосредственно с исполняющего обязанности руководителя. Наверное, на уборке города. Предупредить... Алло. Полярное сирене, добрый день. Простите, мы ошиблись с номером, извините. Извините. Жалко, что у нас не было вопросов к полярному сиянию. Давайте выясним тогда уже вне эфира сейчас номер прямого телефона Александра Борисовича. Вот, чтобы нам не попасть в полярное сияние компанию. А я тем временем воспользуюсь паузой и расскажу... Звоним. Так, воспользуюсь паузой и расскажу вам про портфель. В общем, акция проводится ранец. И вот, значит, какие исследования выяснены, какая информация. Что в третьей школе 85% случаев вес школьных... Я расскажу про ранец и примем звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, это Николай звонит. Да, Николай. Я как-то звонил вам насчет рыбакового союза. Да, я вам сказала, что мы позовем в студию. Вот, куда они все это девают? Сколько у них... Это, человек, там, сокруга, турица, рыбакового союза. Главное, куда они рыбу девают все? Если в округе они продают только один ларесик. Они же объяснили, тогда было телефонное интервью, когда Алексей Алексеевич Дитятов рассказал, что да, все остальное они продают... Продают, да. Куда продают-то? В округе рыбы нету. А он же перечислил. А в округе рыбы нету. Вы, видимо, пропустили то телефонное интервью, он рассказывал, куда они эту рыбу, так сказать, сбывают помимо... В округе, он сказал, продают только треску и ряпушку, по-моему, все остальное закупается. Но остальные виды рыб они продают. Ну, продают, а округ-то что из этого имеет? Давайте, я, помните, вам обещала, что мы позовем его сюда в студию, пока вот мне не удается это сделать. Ну, хорошо, у меня еще другой вопрос есть. Да? Да. Вот сейчас я подстал в газету, в полиции газета «Нао Тайм», да, есть такая? Не знаю, первый раз слышу, хорошо. Вот я тоже первый лунгар его достал, и там, кстати, без ростов-розаханских немецких чиновников с рыболовства провоцируют конфликты между рыбаками немецкого округа, так, они пишут. И смысл такой, из всего этого, хочется, что есть КМНС, коренные молчатые народы Севера, которым выдается по федеральному закону, коренные молчатые народы выделяется квота на рыбодобычу. Вот. И есть индивидуальные предприниматели, которые, ну, ловят рыбу там, отчитываются, и все статьи выходят, а Николай Бежумов пишет. Я его давно знаю, уважал всегда. И он пишет, причем в этой статье, получается, что он виноват в том, что у епочников не получается рыбу ловить, коренные молчатые народы Севера. Так и пишут они. Чем мы не немцы, чем мы хуже немцев. Хорошо, давайте, Николай. И сейчас, кстати, это, зачем немецком округе разжигают конфликты между рыбаками. И все ссылается на то, что КМНС и епочники ловят епочники, то есть они индивидуальные предприниматели, у них есть свой статус, положение, как отчитываться за свою деятельность. Вот. Я не привыкла, что КМНС не так отчитывается, а почему он должен что-то писать, не знаю. Это разжигается национальная вражда между немцами. Вот сейчас простые не немцы будут смотреть косо, плевать будут на немцев. Почему немцам можно, а нам не. Международный международный конфликт начинается. Хорошо. Все, Николай, спасибо вам большое за ваше обращение. Да, мы выясним, найдем ответ на этот вопрос. Всего доброго, спасибо большое. И Алексея Алексеевича мы пригласим в студию обязательно. 2.11.45, телефон прямого эфира. Время программы идет очень быстро. Остается нам 10 минут, и мы пытаемся дозваниваться. У нас есть телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Александр Борисович. Это не Александр Борисович, а спального контроля. Так, нам нужен Бибенин Александр Борисович, значит, мы туда попали. Не удавали. Спасибо. Давайте позвоним в приемную и еще раз попросим телефончик Александра Борисовича. Наш телефон 2.11.45. И вот мы пытаемся выяснять, искать ответ на вопрос. У нас еще есть вопрос про гаражи ОПХ. Кому они принадлежат в настоящий момент. Но вот пока не успеваем. Что ж, ранцы. Какая у нас ситуация по ранцам возникает? В общем, в третьей школе вес учебных принадлежностей был больше на 300 граммов, и более некоторые ранцы весили выше, свыше 4 килограммов. Есть определенные нарушения? Такая же ситуация и в первой школе. Из 46 взвешиваемых ранцев лишь 8 соответствовали рекомендуемым нормам. У ряда детей лямками ранцев не были отрегулированы по высоте, поэтому основной вес приходился на поясничный отдел позвоночника. В целях сохранения здоровья обучающихся уполномоченный по правам ребенка рекомендует взрослым более тщательно относиться к выбору ранца при покупке, обращая внимание на его функциональные качества, а также проводить ежедневный контроль за содержимым школьного ранца. Вы знаете, я каждый день провожу портфель ревизии, ничего не получается облегчить его. Мы дозваниваемся в мэрию. Алло, Александр Борисович? Да. Это прямой эфир программы «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова. Александр Борисович, звоним к вам уже от безвыходности, как говорится. Компания «Чистый город» сегодня нас трижды... Алло, вы слышите меня? Алло, да, слушаю. Да, вы слушаете меня? Алло, Александр Борисович. Да, я слушаю. В общем, к нам в программу обращаются жители с вопросом, что вообще не убираются улицы города, в частности, в районе первой школы. Также позвонили из Хариверской экспедиции. Лужи, грязь. Мы звонили в «Чистый город» трижды. Трижды с нами по-хамски обходились, бросали трубку. Какие конкретно адреса? Конкретно адреса. Хариверская улица, рабочая, дом 43. И в районе первой школы. Это вот здесь около, ну, как бы называемый тропа Хошимина, да, бывший сейчас тут красивый у нас парк. Дело-то в чём? Убирают, не убирают? Они нам неделю назад обещали убрать. Просто как они общаются по-хамски, люди не могут дозвониться. Вот вы, как исполняющий обязанности мэра города, в настоящий момент, можете каким-то образом повлиять на эту компанию «Чистый город», но не исполняют они свои обязанности. И люди жалуются на то, что они не берут трубки. В каком месте дом 43? Рабочая 43 в районе этого дома. Объяснили нам, что там... Где, в двора или где там? Нет, как раз-таки в той, значит, та территория находится в компетенции «Чистого города», потому что зимой я «Чистый город» убирал. Люди знают, что если двор, то это управляющая компания. Люди у нас уже грамотные, они разбираются в том, что это должен делать «Чистый город». Нам ответили, в соответствии с планом должны убираться улицы. Ну, когда стоит этот адрес, они нам так не пояснили. Ладно, я принял, значит, сейчас разберусь. И вот около первой школы тут просто превратилось из болота, уже песка со чем-то насыпали в эти лужи. И вот как-то приструни, пожалуйста, «Чистый город», чтобы они хорошо работали. Не то жалко бюджетных денег на такую компанию. Сейчас я выключусь. Спасибо большое. Да, вот не знаю только, услышали ли нас, поняли ли нас, потому что там, по-моему, какое-то совещание или что-то подобное идёт. Есть ещё вопрос у нас по пожарам, предстоящим, быть может, лесным. Давайте позвоним в МЧС и узнаем, дозваниваем сейчас и поймём, будет ли у нас какая-то профилактическая работа проводиться. Будем звонить Мазуру Павлу Александровичу, Вадиму Александровичу и узнаем. Очень быстро время программы проходит. Вот, кстати говоря, поступают ещё вопросы. Слушаю Мазуру. Алло, Вадим Александрович? Да, я. Здравствуйте, это вас беспокоит из прямого эфира программа «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова. Я к вам с таким вопросом. Люди обеспокоены, жители округа, ситуации, которые в Хакасии сейчас, да, связаны с пожарами, с палом травы. У нас тоже приближается пожароопасный период. Вы бы могли рассказать, какие профилактические, быть может, меры будут проводиться? Потому что много очень у нас лугов и полей, которые давно не кошены. И мало ли, по какой-либо причине может возникнуть пожар, и, не дай бог, дойдёт до населённого пункта. Вот какие-то профилактические работы будут проводиться? Да, будут проводиться. Поэтому вопросы, наверное, с Соколовым и Евгением Васильевичем более предметно можно поговорить. Это начальник отдела надзорной деятельности. Ну, в любом случае, МЧС у нас в боевой готовности будет находиться. Конечно. А вы не подскажете, как Евгению Васильевичу позвонить? Просто у нас программа заканчивается, и поскорее хочется узнать ответ. Так, Евгений Васильевич, сейчас, одну секунду. Можно сотовый записать. Давайте. 921. Так. Так, 407-61, это городской, запишите, может быть, помните. И сейчас сотовый дам. 911. Угу. 550. 47-43. Спасибо вам большое, Вадим Александрович. Всего доброго. Всего доброго. Будем дозваниваться, значит, до Евгения Васильевича и выяснять. Поступил к нам еще один вопрос от Якова на сайте. Спрашивает из поселка Буглино, кстати. Здравствуйте. Меня интересует вопрос по поводу административного жилья. Он же, Надеюсь, Соколов. Алло, Евгений Васильевич? Я, я, я. Здравствуйте. Затем это вас прямой эфир, программа Алло-студия, Мария Владимирова, телеканал «Север беспокоит». Мы к вам вот с таким вопросом. Граждане, жители округа, обеспокоены ситуацией, которая сейчас в Хакасии у нас, вы знаете, да, с пожарами. Как готовится Нейнский округ к встрече с пожароопасным периодом? Как готовится? Вот как раз сижу, доклад делаю по этому поводу. Вот завтра состоится совещание, проводимое Генеральной прокуратурой, как раз по готовности субъектов к пожароопасному периоду. Вот, значит, что нами проводится непосредственно, да? Вот, по поручению правительства Российской Федерации от 9 февраля 2015 года, вот, и указаниями главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, вот, ну, во-первых, проведено заседание КЧС, это КЧС и УПП, да, 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 и обеспечению пожарной безопасности Нейнского автономного округа 26 февраля сего года, вот, и на данном совещании вопрос обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период, вот, он рассматривался, значит, на данном заседании вот, были приняты определенные решения, вот, ну, в частности касаемо, да, у нас хоть и нету нормативно правового акта, субъекта, который бы устанавливал перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вот, вот, ну, в связи с изменениями, которые в прошлый год вступили в 2014-м в правила противопожарного режима, вот, там есть четко уже прописано, какие населенные пункты относятся непосредственно подпадающие под угрозу лесных пожаров. И много у нас таких? Ну, по крайней мере, Заполярный район выходили со своим предложением, вот, я так понял, что они материалы направляли в окружную администрацию, вот, или в комитет, или в округ, вот, и они указывали шесть населенных пунктов. Так. Вот, это на территории Заполярного района, то есть это сельские населенные пункты, среди них, значит, насколько помню, Коткина, Щелина, Волонга, Ома, так вот, перед глазами пока нету, вот, и сейчас вот они предложения свои направили, вот, и с комитетом уже, комитет гражданской обороны, вот, администрации народа, вот, мы с ними вопрос этот обсуждали, вот, сейчас документ готовится, и, согласно данного документа, все населенные пункты, которые войдут туда, они должны будут до начала пожароопасного периода, вот, так скажем, составить паспорт готовности населенного пункта к пожароопасному периоду. В данном паспорте там, в принципе, указываются и какие есть непосредственно на территории того или иного населенного пункта объекты социальной инфраструктуры, какие пожароопасные, взрывопожароопасные, да, там, там, сооружения, предприятия и так далее, вот, потом, какая есть техника, вот, какие есть подразделения пожарной охраны, чем они оборудованы, какие есть водоисточники, вот, то есть наличие, вот, опять же, минерализованных этих полос, да, опасных и так далее, наличие противопожарных расстояний, вот, также на данном заседании КЧС, вот, рассматривался вопрос, что если вдруг на территории, ну, на территории округа, да, наступит и будет реальная угроза. Пожаров? Да, пожаров, вот, то необходимо на указанных территориях, соответственно, решением, там, глав муниципальных образований вводить чрезвычайный режим, да, то есть они при введении особого противопожарного режима должны тоже, это не просто, что, вот, ввели своим постановлением и все на этом закончилось, то есть в данном распоряжении должно быть прописаны какие мероприятия, то есть непосредственно и из добровольцев ли там, да, из членов добровольных пожарных дружин, из волонтеров там и так далее, ну, вот, непосредственно дежурство. Да, обходы там, патрули, вот, это и подготовка, вот, опять же, подъездов, дорог, источников противопожарного водоснабжения, потом запрет на посещение лесов, вот, непосредственно на разведение костров, топку, бань, вот, поведение огневых работ и так далее. Угу, 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 то есть комплекс, программа просто подошла уже к завершению, комплекс мероприятий разрабатывается, и, кстати говоря, я уже со встречным предложением тогда, Евгений Васильевич, у нас есть программа, еще актуальное интервью. Приходите, как будет готов доклад, как будут все информации от муниципалитетов собраны и расскажете уже поподробнее. Чуть позднее, да? Спасибо вам. Вопрос, а если что, как с вами связаться, по какому тему? 4 90 03. 90 03. Угу. А как отчество? Просто Мария. Просто Мария. Да, просто Мария. Все. Спасибо большое. Спасибо. Я, да, думаю, что наш телезритель остался удовлетворен ответом. Очень много сегодня было задано вопросов, достаточно много мы получили ответов, будем искать их и дальше, потому что вопросы остаются, как правило, что ж, поделать. Будем работать, улучшать нашу жизнь. Я же вам желаю счастья и здоровья. Это была программа Лос-студия. Увидимся и всего доброго.